Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях руководитель хореографического ансамбля «Жар птица» Екатерина Тюняева, который приписан, получается, к городскому округу Люберца. Да. Ну, Екатерина была уже когда-то гость нашей программы. Скажите, а как танцоры Новый год отмечают? Танцоры Новый год у нас отметили в Сочи. На международном фестивале-конкурсе «Зимняя ривьера» заработали спецпризы, первые и вторые места. Так, в принципе, и отмечаем Новый год в этот раз. Я-то задавал вопрос с точки зрения, когда все вдруг резко нарушают диету, а танцоры же нельзя это делать. Танцоры не нарушают диету. А вот как, кстати, вот и любопытный вопрос, может быть, не совсем, скажем, ожидаемый. Это же физически вообще очень сложная история, да? Для ребенка, для взрослого человека, неважно, для артиста, который уже деньги зарабатывает как танцор. Ведь это все время надо держать себя в форме. Нельзя себе ничего позволять. Психологически как это работает? Скажите. У нас нет такой жесткой диеты у детей. Конечно, мы говорим о том, что нужно следить за своим питанием, за своим весом. А то не прыгнешь. Но не настолько, как в балете. Да, у нас все-таки любительский коллектив. Сильно детей мы не мучаем, но говорим об этом периодически. Кто-то держит диету, кому это сильно надо. Кто-то расслабляется иногда, конечно. Но психологически мы не заставляем их сильно на такой строгой диете сидеть. Ну, этот человек должен сам, наверное, понимать в любом возрасте. Надо это ему, как вы сказали, или не надо. Давайте поговорим о программе сейчас. Вот, отталкиваясь от Сочи, что вы туда повезли, что вы показывали, за что вы получили призы? Мы повезли свои танцевальные номера, массовые, сольные. В жанре в каком? В жанре эстрадный и современный танец. Заработали и в эстрадном, и в современном танце места. Спецприз получили за танцевальный номер «Мегаполис». Так, что это за танцевальный номер, что это за спецприз? Спецприз – это нас выделили как лучший номер всего конкурса. И вручили нам специальный приз – это поездка на конкурс в Кострому к тем же организаторам. Ну, прекрасно. Кострома – там прекрасное место, там чёрная соль, там огромная площадка. Там снимался фильм «Жестокий романс», до сих пор сохранилось такое место, ну, а-ля под этот фильм. Так что есть, что посмотреть, ну, и, конечно же, выступить. Когда едете? Конкурс планируется в июне. Поедем или нет – это ещё пока вопрос. Ну что, у меня есть с чем ехать? Дети поступают, у детей экзамены. Сможем или нет – будем думать. Ну, они хотят? Ну, конечно, хотят. Вы-то хотите, я понимаю. Конечно, мы хотим, все хотят, и родители, и дети. А возраст уже такой вступительный, то есть старшекурсники? Есть дети, да, есть вступительный. Есть 9-11 класс. Ну, давайте расскажем о ваших, как бы, группах. Я так понимаю, у вас разновозрастный, да, подход идёт? Какие танцы, как вы-то выстраиваете работу и на базе чего? На базе классического танца, на базе современного танца – это джаз, модерн, контемпорари. В принципе, на этих и основах мы ставим номера. Ну, вот можно же остановиться на уровне, ну, условно говоря, кружка, да. Ну, знает человек, ну, немножко потанцевали. У меня тоже в школе был предмет, назывался ритмика, как сейчас помню. То есть мы там что-то стучали, ногами что-то делали и так далее, вот и всё. Но вы идёте дальше, то есть вы участвуете в фестивалях, то есть, ну, вы как профессионал относитесь к этому именно с такой, ну, с точки зрения мастера, с точки зрения преподавателя и так далее. А вот дети, у некоторых же есть талант, а они не хотят ничего делать. У других, может быть, нет таланта, а они хотят делать. Лучше быть без таланта, но хотеть. Ага, то есть главное – хотеть. Главное – хотеть, трудолюбие. Я всегда говорю одно и то же, что трудолюбие победит все неприятности и невзгоды. Поэтому можно иметь много таланта, но мало трудолюбия, и ничего из этого… Как приходят к вам? Потому что я так понимаю, что-таки есть, ну, традиционные, что ли, направления. Ну, музыкальная школа, да? Раз – пошел ребенок, мальчик или девочка. Спортивные секции тоже там распределяются между мальчиками и девочками. Родители уже там решают, у них как будет ребенок в спортивном направлении двигаться или вот в каком-то таком концертно-творческом. Некоторые успевают и туда, и туда, а потом ребенок… Туда и туда не всегда получается. Да, ребенок стоит перед выбором, и начинается вот это тоже психологическое. Хочется и на танцы ходить, и там каратэ заниматься, а не получается. Вот кто ваш, скажем так, контингент, и когда к вам приходят, есть ли набор вот так? Набор каждый год в начале сентября. Ну, приходят на самом деле в течение года просто в ту группу, которая, да, уже существует. Обычно просто хотят танцевать. Они приходят там чаще всего с малого возраста, с 4-х лет. Вы с 4-х берете? С 4-х лет, да. Со всеми справками? Конечно, обязательно. Со всеми РКД. Госуслуги записаться? Через госуслуги, да, ДК МОСРЕК можно записаться там. Приходят, хотят танцевать, а уж кто доходит до уровня выступлений, это уже те, кто очень хочет танцевать, хочет работать, трудиться. Вот тут тоже существует два направления. Первое – это когда родители понимают, что, ну, некоторые целенаправленно приводят ребенка. В 4 года ребенок, можно сказать, сегодня хочу танцевать, а завтра не хочу. Или ничего не говорит, а его тащат, потому что вот мы решили, что наш ребенок будет танцевать. А вам с ним работать, а это же наверняка сложно, когда ребенок не хочет. Когда ребенок не хочет, сложно, да. Но когда им 4-5 лет, их легко достаточно увлечь. А как вы увлекаетесь? Есть тайна такая? Игры. Есть игровая методика, конечно. С детьми до школьного возраста нужно обязательно играть. Поэтому все занятия происходят в игре. И они, бедные, не замечают, что их с помощью игры обманули, и вот они уже танцоры. Да, да, да. Но приводят девочек в основном, я уверен. Ну, девочки, да, мальчики очень редко задерживаются, потому что все-таки такой вид спорта, танца, классический танец, не все мальчики выдерживаются. Но вот с другой стороны, то, что я говорил, помните, на две части. Вторая часть – это когда мы видим, ну, всевозможные проекты сегодня, да, на самых различных телевизионных каналах, они как продолжают существовать, и спортивные, и околоспортивные. И кто уж там только не танцует, кто там уже почти ползает, но все равно танцуют и так далее. А есть огромное количество всяких видеороликов, где какие-то невероятные танцы самые разные, от народных самых разных стран до самых современных и так далее. Ну, или тот же рок-н-ролл вечный, как говорится, танец, или танго, по танго вообще, насколько мне известно, проходят какие-то невероятные сумасшедшие фестивали. Да, разные виды танго. Да, разные виды, где принимают участие тоже от мала до велика, уже чуть ли не до бабушек и дедушек. Ну, там самбо и так далее, латиноамериканская вся эта история. То есть, когда, мне кажется, люди видят вот эту красоту танца, некоторые, может быть, и жалеют, что они либо ушли, либо не стали заниматься. Вот когда начинается перелом, и был ли случай, когда кто-то из ваших учеников решил направиться уже прямиком попробовать себя в профессиональном танце, в том или ином направлении? Сейчас есть дети, которые собираются продолжать танцевальное искусство в своей жизни, хотят поступать. Есть те, кто когда-то хотел уйти, но мы его придержали, он теперь рад, что остался, и также с нами работает, выступает. Мне кажется, что здесь важно, если с детьми, как вы говорите, да, это такая игровая история, то с ребятами, которые уже возросли, это такой, наверное, самый клёвый, но с другой стороны, самый такой, когда вот всё не так, всё плохо, я этого не хочу, того не хочу. Ничего я не хочу, да, песня. Мы все, наверное, через это проходили по-разному, но с другой стороны, если человеку дать понять, слушай, ты обладаешь даром танцора, ты умеешь делать то, что не делают другие. Вот как вы это делаете? Так, так и разговариваем с детьми, они очень капризными становятся в подростковом возрасте, всё не так, и всё неправильно говорят, и родители, и тренеры, и вообще всё не так в их жизни, и они никакие-то не такие. Мы разговариваем с ними обязательно, поддерживаем то, что они уже молодцы, они уже доработали в танцевальном своём искусстве до подросткового возраста. Но потом я так понимаю, что существует ещё и некая взаимосвязь, то есть если мы танцуем в коллективе, то выпадение любого звена может привести к разрушению всей композиции. Не разрушится, но на какое-то время попортится. Конечно, команда тоже влияет на человека, поэтому всеми способами... Ну вот вы набираете в сентябре, у вас разные группы, я так понимаю, да? Разные, да. Сколько группы, как это работает? Сейчас у нас шесть групп, от четырёх до вот восемнадцати лет. Шесть целых групп? Шесть групп, да. И по заполняемости какая самая популярная, маленькая? Самая популярная сейчас, ранний подростковый возраст, это девять-одиннадцать лет. Ага, ну да. Это пока самое крупное. Наверное, потому что это, наверное, ответственное. Это когда ты уже не ребёнок, когда у тебя уже есть ответственность, мы готовимся к концерту. Да, они уже ощущают себя более взрослыми, они уже хотят выступать серьёзно, подходят к делу. А вот когда они уже становятся в старшей группе, уже начинается этот, да, такой, вроде как, уже и пора. Вот такой ещё момент. Вот это тоже мальчики-девочки, да, девочек всегда больше. Но я всегда задаю вопрос по поводу физиологической полезности этой истории. Не только танцевальной, да, спортивной, ну, всё, что связано с дополнительным образованием или развитием. Насколько танец, по-вашему, как специалиста, помогает развиваться именно телу ребёнка, потому что, зная уже в моём возрасте, которые там, ну, тоже учились там танцуют, пока школа не закончилась, и всё равно у них осталось это вот что-то там, либо в фигуре, либо он даже может быть таким грустным, грустным и грузным, да, или она, например. Но вот как танец, раз, и потом, а-а-а, ты знаешь. Да, да, грациозность – это развитие данных, мы же развиваем их с 4-х лет, это всё идёт с ними дальше в их взрослую жизнь. Растяжка, поддержка формы, спина, осанка, грация, красивые стопы, красивые колени, красивые спины. Всё это идёт с ними дальше, даже если не заканчивают. То есть они даже ходят по-другому, по-иному уже ведут себя, да? Да, вообще даже разные виды танца. Можно по каждому человеку, по каждому танцору определить, каким танцем он занимается. Да вы что? А как это определять? Бальные танцы, у них очень вытянутый корпус, немножко выгиб – это бальные танцы. Классический танец – очень прямая спина, народные танцы – очень прямая спина. В современном танце, как у нас, ну, мне кажется, достаточно грациозный вид у танцора. Ровный, красивый, с красивой спиной. То есть наиболее такой универсальный, скажем так. Я думаю, что да. Потому что когда приходишь на балет, да, и там уже обязательно там вот это вот движение, как бы плавность, и рука, и всё, и походка. А народный танец, да, немножко другая экспрессия, другое какое-то движение, да? Да, 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 разница есть. Я вот был в Париже, и я помню, там такое место было, оперный театр, и просто вечером люди танцуют. Раз музыка включилась, и пошли пары. Рюкзаки, чемоданы, всё поставили, разный возраст. Ну, такая французская, да, что-то такое лёгкое, но а-ля вот танго. И я смотрю, что они не просто танцуют там, как мы там, в дискотеках, а у них есть какая-то там-то, да-да-да-да, то есть, ну, это матушка Европа, наверное, у них как-то. Да, 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 более развитая у нас не настолько. Но вот с другой стороны, мы когда смотрим народные танцы, вот сейчас юбилей был у «Берёзки», там много всяких было программ, посвящённых этому, там, мы же видим, это целая культура, это какая-то невероятная история, и любой наш ансамбль, там хор, у нас есть хор современный, да, хоры, и хоры всевозможных при монастырях, это такая целая культура певческая. Но при этом очень часто при хоровых группах существуют ещё и танцевальные коллективы, да, для того, того и сочетания этих искусств. Но вернёмся к вашему, жар птица, напомните, почему? Птица счастья, птица, которая... С завтрашнего дня. ...дарит людям, да, счастье, удачу, надежду в светлое будущее. Ну вот, раз светлое будущее, то сейчас делаем паузу, и о будущем поговорим, что год только начинается, чем будет жить коллектив, какие планы, и ещё раз напомним, как вообще туда ребёнка можно пристроить, вдруг получится из него какой-то супертанцор или танцовщица. Это Екатерина Тюняева, руководитель хореографического ансамбля «Жар птица». Дождитесь. Напомним, что это программа «Открытый диалог». Екатерина Тюняева, руководитель хореографического ансамбля «Жар птица» у нас в гостях. И мы продолжаем разговор о коллективе. Вы в перерыве сказали, что у вас какая-то даже стипендия присутствует. Вот что это такое? Потому что слово «стипендия» у меня, как старого студента, сразу возникает приятное ощущение. Ещё за это что ли платят? В этом году я стала стипендиатом, стипендии губернатора Московской области, дважды уже стипендиат, за свой проект «Танцевальный спектакль. Мифы о Персее». В принципе, вот... Вот расскажите, хорошо, что за спектакль. И тут одно дело, когда танец как номер, танец как техника, да, вот, а другое дело, когда это спектакль. Расскажите об этом произведении. «Танцевальный спектакль» – это проект ещё. У нас есть только первая часть спектакля. Это «Легенда о Медузе Гаргоне». Танцевальный номер, рассчитанный на пять минут. От него, в принципе, и родилась эта идея создать танцевальный спектакль. То есть это будет три мифа. Первый – это «Медуза Гаргона», второй – это об Атланте, и третий – это об Андромеде. Мне кажется, что это будет очень интересная история, потому что вот я был в московском мюзикле, в театре мюзикла имею в виду. Там у них есть постановка, сейчас не вспомню сразу же название, где исключительно танец. Здесь будет тоже исключительно танец, да. А причём очень простический танец, и танец, который как бы… Ты просто на каком-то этапе вообще у тебя нет нужды, чтобы тебе что-то объясняли, что-то рассказывали. Даже не нужны песни, да, ведь можно же под песню танцевать. То есть настолько ты вживаешься в этот образ, что с помощью человеческого тела тебе передают все эмоции, все состояния. Вот так, да, это примерно работает? Да, это будет так, это будет музыка без слов, классическая, скорее всего, музыка. Это будут движения, не будет слов, как таковых. Это всё будет движение под музыку. Зритель должен будет понимать всё, что происходит на сцене без слов. То есть это ваша сейчас золотая мечта такая? Да, это мой проект, я долго над ним думала. Вот Министерство культуры Московской области помогает мне его осуществлять. Помогает не только думать, но и попытаться осуществлять. И когда вы планируете всё-таки премьеру эту сделать? В течение года? Ну, хотелось бы, конечно, к маю уже что-то сделать. На отчётном концерте у нас будет юбилейный концерт в этом году. Юбилейный. Да, нам будет 10 лет. 10 лет. Да, всего лишь 10 лет. Но, с другой стороны, знаете, для кого-то всего лишь, а для кого-то это уже срок. Поэтому, наверное, к юбилею будет правильно, если это появится. Тем более жар-птица и такие мифологические образы. А дети как? Готовятся к юбилею? Морально пока готовятся, конечно. Но вы им там говорите, что у нас сложный, важный год такой, что нам нужно... Они всегда готовы выступать серьёзно, всегда готовы поддерживать мои проекты, и поэтому мне нет такой нужды их настраивать заранее. Кто работает, помогает вам? Вы одна руководитель? На данный момент, да. Я сейчас работаю руководителем, педагогом. То есть всё вместе? У вас даже нет какого-то помощника или помощницы? Сейчас нет. Сейчас нет. И вы успеваете всё это сделать? Да, успеваю. Надеюсь, что придут мои ученики, отучившись в институте, и будут со мной работать вместе. Тут проблема в том, даже не проблема, а ведь вам нужно переключаться, представьте, это психологическая нагрузка для преподавателя с какого-нибудь маленького возраста на какой-то более такой... Чаще всего так и происходит, группы идут подряд, и сначала мы занимаемся с малышами, потом приходят подростки, потом приходят взрослые, либо наоборот. Ну, как-то получается... Ну, вот за эти 10 лет у вас там был первый набор. Если человеку было 4 года, то ему сейчас где-то примерно 14 или ей. Ну, самому старшему, самым старшим было по 7, когда они пришли. А, тогда сейчас... Сейчас им 17. А, ну и как? Уже почти 18. То есть они практически на ваших глазах росли? Да, конечно. Это мои дети. Да, поменялись сильно? Не сказать, что сильно меняются, взрослеют, мудреют, умнеют. Мы с ними проходим разные этапы взросления, и ссоримся, и миримся. Всё бывает. Но сейчас это мои друзья, можно сказать. Я много чего могу доверить. Ну, так в творческом коллективе, наверное, и ведётся, когда вот ты как бы уже выпускаешь кого-то, да, ты уже ощущаешь, что мы как бы на одной почти уже такой... Да, я не считаю их детьми. В 17 лет я уже с ними разговариваю как со взрослыми, мы решаем с ними проблемы какие-то. Ну да, это такой возраст, который... Ну, кстати, танец помогает, наверное, ещё выплеснуть какую-то энергию. Да, помогает. Которая накапливается в любом ребёнке, да? Помогает. Мы с ними разговариваем, на какие темы они хотят танцевать. И если проследить от малышей до взрослых, они совершенно разные. Малыши хотят играть, чуть постарше хотят быть солдатиками и моряками, если это мальчики, девочки хотят быть балеринами. Взрослые уже хотят танцевать о чувствах, о переживаниях. Герой, героиня, что-нибудь такое, да? Это, наверное, более взрослые уже. Да, я говорю. А сам вот тот возраст, который у меня сейчас взрослый, это переживания внутренние какие-то о себе, о обществе, о друзьях, подругах. Вот такой серьёзный, да, момент. Ну а бывает такое, что вы же проводите концерты, они зовут, наверное, своих каких-то друзей, ну понятно, там родители и всё. Какие отклики у публики? Ну, не чаще всего, всегда я слышу положительные отклики, конечно. Все довольны, все счастливы, всем нравится то, что мы делаем. Ему нравится приглашать своих родителей, своих гостей, чтобы показать то, над чем они трудятся целыми днями, почему они не приходят на некоторые праздники, потому что они в зале репетируют, либо на конкурсе выступают. Ну что ж, будем двигаться потихонечку к финалу. Напомню, что Екатерина является руководителем, то есть в одном лице целого хореографического ансамбля, но танец – это же не только технология тела, скажем так, это ещё и музыкальная составляющая. Вот как вы подбираете музыку, и это же, я так понимаю, ещё происходит по ощущениям, чтобы, а, музыка прежде всего понравилась вам, второе, чтобы эта музыка зацепила ребят, либо они принесли и сказали, вот у нас есть такая музыка, мы хотим под неё там что-нибудь разучить и так далее. Потому что музыка – это сколько процентов успеха вообще? Будешь под музыку пряжать? Ой, мне кажется, это половина успеха точно. Если выбрать неправильную музыку, то можно не делать дальше ничего. Ну и как это? Мы выбираем вместе. Сейчас я доверяю им, ну, более старшим детям, естественно. Они приносят мне музыку, мы слушаем вместе, если я не могу найти что-то. И иногда находим очень интересные моменты, очень интересные композиторы. То, о чём, например, я не думала, они это нашли. Поэтому мы выбираем… Сейчас мы выбираем вместе, если не могу найти я. Ну, а вот у вас танцы, они бывают парные, ну, номера или, понятно, групповые, командные, как это выстроено? Не групповые, массовые номера есть. Есть малые формы, это 5 человек примерно, 3-5 человек. Есть дуэтные, есть сольные номера. Всё, мы всё выставляем и всё делаем. Ну, мы уже выяснили, что этот год будет юбилейный, то есть вы к нему готовитесь. Но вернёмся к тому, с чего начиналась наша сегодняшняя беседа. Это к сочинскому вашему триумфу. Вы же посмотрели, что другие представляют. Что сейчас происходит в этом молодёжном танцевальном мире? Какие тенденции? Тенденции к современному танцу, основанной на философии, на чувствах, на эмоциях, внутри себя. Я думаю, что в современном танце двигаться в это направление. То есть вот такой вот открытости, такого вот… Закрытость – это ближе к народному танцу. Ну, я имею в виду… Нет, я имею в виду то, что молодёжь сейчас всё-таки ищет что-то внутри себя, и вот некая такая закрытость присутствует. А вот в танце-то надо показать же нам, как эту закрытость показать, как вы выстраиваете. Потом сам рисунок танца, как вы его выстраиваете? Это же тоже интересный процесс. Ну, относительно задумки, смотря какая задумка, такой рисунок танца. Мы ставим разные номера, чтобы они могли и раскрыться внутри, и закрыться. Поэтому у нас есть и яркие номера, которые можно всю свою душу там выложить, а есть номера, которые заставляют зрителя подумать, о чём это. Ну, и танцоры тоже задумывают. Танец как искусство, не только искусство. Да, у нас как искусство тоже. Вот ещё такой важный момент. Вы сказали, что заставляет задуматься. И тут ещё такой интересный момент, что есть же какие-то элементы. Ну, насколько я понимаю, если существует фестиваль, существует какая-то соревновательность, то можно просто красиво двигаться, а можно в этот танец вставлять какие-то элементы довольно сложных танцевальных па, скажем так. Вот это как-то работает? Это обязательное условие? Или вы просто показываете танец, и сами понимаете, что его нужно наполнить какими-то интересными формами? Танец – это прежде всего искусство, поэтому искусство должно что-то нести зрителю. Если мы просто выйдем и красиво потанцуем, это приятно глазу, но никакого его не несёт порыва. Поэтому я считаю, что танцевальное искусство должно быть искусством, в котором должна быть задумка, должны быть сложные элементы, не обязательно там должны присутствовать, но если они есть, конечно, прекрасно. В принципе, то, что мы видим на конкурсах, что оценивается, это именно искусство. Просто выйти потанцевать сейчас уже не оценивается. То есть вы работаете над сложными элементами? Обязательно работаем. Конечно, мы развиваем детей, чтобы они могли делать максимально из того, что мы можем дать. А где вы находите эти элементы? Или они вот уже все есть? Я постоянно обучаюсь, постоянно повышаю. То есть новые какие-то вы вводите, да? Обязательно, да. Смотрим на другие коллективы. Я обучаюсь, дети откуда-то приносят, дети посещают мастер-классы. Ну сколько вот танец там возьмём? Пять минут может быть танец? Вот, да, самый массовый танец пять минут. Пять минут? Вот сколько там может быть элементов таких интересных? Сложных? Сложных. Да можно, много сделать. Не знаю, штук десять можно точно сделать. Ну вот мы смотрим, например, фигурное катание. Не знаю, почему мне сейчас такая ассоциация пришла. Там же все следят не только, ну насколько я понимаю, адреналин в том, что вот она делает какой-то там тройной тулуп или ещё что-нибудь там. И вот приземление, всё, состоялось. То есть, ну, обязательные какие-то есть. Или наоборот, показательные, когда вот мы и такое можем. Вот что-то похожее у вас присутствует? Фигурное катание – это спорт прежде всего. И там есть определённые моменты, за которые оцениваются. У нас в танцах нет таких элементов. Есть, скорее, наверное, режиссёрская составляющая, кульминация, там, завязка-развязка, финал. Но не элементы какие-то самые сложные. Если они есть, прекрасно. Если нет, то тоже хорошо. Ну что ж, руководитель хореографического ансамбля «Жар птица» Екатерина Тюняева ещё раз напоминает, что с 4-х лет, да, принимаете? С 4-х лет. По сентябре можно к вам записаться. С 4-х лет можно в течение года записаться. Да, попробовать, может быть, действительно. Обратите внимание на своего ребёнка. Ну и, конечно же, у вас есть прекрасная возможность дать вашему ребёнку, опять же, насколько я понимаю, на всю его оставшуюся жизнь некую гибкость, которая, в принципе, даже уже с изменением возраста всё равно она остаётся, как бы такая, да, форма. Спасибо вам большое, Екатерина Тюняева. А это была программа «Открытый диалог. Танцуют все». Всего доброго. До свидания.